Здравствуйте! Добрый день! Здравствуйте! Что вы такие грустные? Молодцы! Нет? Молодцы! Молодцы! А здесь переход начали монтировать, да? Да, да. Мы пошли в сторону. Литрная, качественная. Да. Все мокрые процессы в этом корпусе у нас завершены. Теперь я уже хотел что-нибудь повозить. У нас на какой этаж тут. Вы себе ищите. Очень хорошо. Да, очень хорошо. У нас здесь зимний сад будет. Да. Да. У нас с Вами план завершения в правительстве. На будущий год запах школы лет в мае. и, соответственно, предпочитать, что он уже придет в первом сентябре. Мы исходим из такого графика работ. Сейчас главная задача подключиться к теплу, решить все проблемы, которые у нас есть. Ну, а дальше уже следующий этап. Набор коллектива. И прием в девятый класс. Потому что у нас девятый, десятый, десятый, а еще восьмой будет, потому что 400 ребятишек будут учиться здесь. Мы не будем откладывать работы, которые можно сделать сейчас, на январь, февраль и другие месяцы. Постараемся их завершить вот именно до января. Для благоустройства за оставшееся время выполнено придется только в той части, где мы понимаем, это возможно. Потому что, если речь идет, допустим, о газовом, озеленении, правильно было бы эти вопросы решать уже где-то в апреле, в мае следующего года. Чтобы не переделывать работу. Так как, если сейчас мы будем заниматься озеленением, наверняка за оставшееся время качественно не получится. и так как качество не можем обеспечить, лучше нам все-таки эти работы выполнят. В апреле, в мае, когда будут рисовать литературу, спрочем посеять газон, возможно, кустарник посадится, деревья. Если мы увидим, что в этом году происходим, озеленение, все равно территория были бы. Я хочу подчеркнуть, что у нас здесь будут находиться дети, в том числе проживающие в интернате. 125 мест в интернате предполагаем, что ребятки будут приезжать и учиться со всех районов Саратовской области, а остальные будут приезжать с Саратова, с Энгельса. И наш лицей уже, лицей-интернат, он будет работать по принципу, что с восьмого класса зачисление будет происходить у тех, кого отберет комиссия, как и желающих учиться, талантливых, но при одном ограничении. Это лицей-интернат для малообеспеченных ребятишек, детей-сервот, детей из неполных семей. Мы хотим создать для них условия, которые, по-другому, будут в жизни состояться, потому что у нас зачастую с вами так получается, что хороший пол для них недоступен. И сегодня вот этот проект реализуется здесь в рамках университетной составляющей, творительной, а затем уже через государственное частное партнерство мы обеспечим с одной стороны стандарт государственный, который будет дополняться ежегодно финансирован за счет уже творительных средств. И вот это совмещение нам позволит и качество образования здесь удерживать. И с другой стороны мы, посмотрите, будем за счет средств благотворительных ребятишек, ходила, тягула, они будут иметь все необходимое для того, чтобы идти в порядке до одежды, спортивные, школьные, зимние. И также, что касается коллектива, я имею в виду коллектива учителей, мы будем делать все для того, чтобы коллектив постоянно совершенствовался, чтобы были программы, позволяющие коллективу стажировать в лучших школах, в учебных заведениях, потому что речь идет о том, что здесь будет не просто лицей-интернат, это лицей-интернат, где уже с восьмого класса будет специализация, программирование, робототехника, биотехнология, медицина будущего, культура. Но еще раз хочу сказать, что мы фактически преображаем вот эту улицу, где здесь вот был пустырь, и не взглянешь, ну и потом не очень привлекательным является здание самого бассейна, а сейчас это все будет закрыто очень красивым переходом, он вписывается как раз вот в другую часть она закрыта, да, у нас если говорить о кампусе университета, одним словом, здесь есть такой стиль выбран красивый для нашего города, и вот эта часть улицы уже будет совершенно другой, потому что на этом протяжении у нас здесь корпус интерната, корпус школы, и соединяется это все таким замечательным переходом.